Время Гражданской войны Первая лампочка Ильича зажглась в Туапсинском районе в 1925 году в Гойтхе. По инициативе председателя Гойтхского сельского совета Нерсеса Каракяна впервые была построена небольшая электростанция. Впоследствии Нерсеса обвинили в покушении и расстреляли. Электростанцию демонтировали и увезли из села. Достопримечательность Туапсинского района скала Киселева могла исчезнуть с лица земли. Ее спас архитектор Александр Мухин, приезжавший с друзьями в Туапсе на отдых в 1926 году. До этого вместе с известным архитектором Шусевым он принимал участие в разработке плана реконструкции Туапсе. Однажды, гуляя вдоль моря, он наткнулся на приготовление строительных работ. Рабочие собирались разрушить скалу на камень для строительства. Бросив отдых, архитектор помчался в Москву, кинулся к Шусеву, чтобы он употребил все свое влияние. Через некоторое время в край поступил звонок из правительства. Скалу Киселева не трогать! Самый северный в мире чай, который выращивали в Туапсинском районе в течение всего прошлого века, появился у нас в 1939 году. Этот чай и сейчас растет в Папоротном. Местные жители всегда за ним ухаживали и не давали пропасть. Первые мощные гусеничные тракторы ЧТЗ появились в районе в 1935 году. В 40-х годах на горе Кадош были построены катакомбы, помещения для личного состава с системой жизнеобеспечения. Сейчас на Кадош постоянно приезжают любители экстрима и пытаются проникнуть внутрь оставшихся подземных сооружений. В Туапсе во время Великой Отечественной войны работал академик Игорь Курчатов. Поездка академиков в город Порт была секретной. Группа ленинградских ученых изобрела способ размагничивания кораблей. Фашисты использовали магнитные мины. Наши ученые искали методы противодействия. С середины ноября по конец декабря Курчатов внес противоминную вахту в Туапсе. Созданная им с коллегами системой ЛФТИ была установлена на сотнях кораблей и обеспечила стопроцентную защиту от немецких магнитных мин. В 60-е годы в Туапсинский район часто приезжали космонавты. Все они были гостями только что построенного в Новомихайловском пионерского лагеря «Орленок». Был в Туапсинском районе и Юрий Гагарин. Он приехал к нам проходящим поездом из Сочи. Рядом с Гагариной в машину сел скромного вида человек. На вопрос «Кто это?» сопровождающие ответили «Личный фотограф Гагарина». Через некоторое время вся страна увидела этого личного фотографа в открытом космосе. Это был Алексей Леонов. В 1967 году следопыты шаумянской школы нашли в горах солдатский медальон. Ищу записку. «Я, Иван Пасечный, комсомолец, 18 лет, и вместе со всеми комсомольцами роты дал клятву защищать село Шаумян до последнего патрона и вздоха, но не отступать, ибо позади Туапсе и священное Черное море». Теперь в Шаумяне есть улица имени Ивана Пасечного. Из меха Туапсинской норки шили себе шляпки и шубы члены королевской семьи Великобритании. В 60-80-х годах Туапсинская норка высоко ценилась на аукционах Европы, особенно в Лондоне. Зверосовхоз Туапсинский в Цыпке выпускал в год до 60-70 тысяч шкурок, до непростых. Наряду с обычной пастельной норкой выращивались породы серебристой, сапфировой, розовой и жемчужной. А в 70-х годах прошлого века в Туапсинском районе проводили обезьяний эксперимент. Ученые Сухумского научно-исследовательского института решили поселить обезьян в условиях довольно непривычного для них климата – в дикой природе. В нескольких километрах над селом Дедыркой было выделено 2000 гектаров под обезьяний заказник. В леса выпустили до 200 макак и гамадрилов. Ученые во время эксперимента изучали повадки диких обезьян и коммуникацию стадий. Результаты эксперимента в дальнейшем пригодились даже для космической отрасли, когда разрабатывали программу по запуску обезьян в космос. В 80-х годах прошлого века в Туапсинском районе проводили эксперименты по лазерному зондированию космоса. Для этого в 1987 году в Ольгинке даже была создана научно-исследовательская лаборатория лазерного зондирования ближнего космоса. Лабораторию закрыли в 92-м году, а в Туапсе по-прежнему запускают шары радиозонды. Спасибо за внимание. Следующее наше заседание будет посвящено истории предприятий района.